Задержание известного журналиста-расследователя Ивана Голунова вызвало взрыв общественного недовольства. Вопросы к следователям возникли не только у сотрудников оппозиционных изданий, но и влиятельных журналистов государственных СМИ и даже артистов. Корреспондент «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам журналист отрицает обвинение и утверждает, что наркотики подбросили. Независимый профсоюз журналистов назвал задержание Голунова грубой и нелепой провокацией. Какие-то наметения, что лучше не трогать это. Потом вышло первое замесло. И сейчас я после паузы стал снова заниматься, общаться с источниками, общаться с людьми на эту тему. И стали рассказывать советы настойчивой рекомендации не заниматься этой историей. Голунова грубой и нелепой провокацией. Эксперты не нашли наркотических и психотропных веществ на контрольных смывах с ладоней рук и в ногтевых пластинах. А также в анализах мочи Ивана Голунова. Его отправили под домашний арест на два месяца, пока ведется так называемое следствие или так нарекаемое шоу. Спасибо, что суд учел доводы защиты о том, что Ивану угрожают и его жизнь в СИЗО была бы небезопасна, его здоровье и жизни что-то бы угрожало. Поэтому я на самом деле очень рада. Но я хочу сказать, что это не победа. Мы просто вот сейчас с вашей поддержкой, спасибо вам большое, сохранили ему жизнь и здоровье. Он едет домой. Мама позвонила мне, сказала, что ужин уже его ждет. Поэтому я думаю, что с Иваном на ближайшие два месяца все будет в порядке. Вечером 7 июня российские журналисты начали выходить на пикеты в поддержку Ивана Голунова. Такие пикеты прошли в Москве, Новосибирске, Краснодаре и других городах. Ижевские СМИ также выступили в поддержку Голунова. Кроме этого, огромное количество журналистов собрались у здания суда. На месте Ивана Голунова может быть каждый из нас. Многие называют причину задержания его профессиональную деятельность. Я об этом узнала ночью в 3 часа 42 минуты. И как бы сразу бросила звонить Гале, Ване, потом искать адвоката. Потом мы нашли адвоката. Долгу ждали, пока адвокат туда доедет. Параллельно я писала всем, кому могла, всем своим знакомым, влиятельным и не очень. Мне до сих пор кажется, что все это очень сюрреалистичная история. Я надеюсь, что мне первый и последний раз приходится собирать еду для близкого друга. В ВВС, в СИЗО, куда угодно. Ваня – расследователь. Он сталкивался с постоянными угрозами. Разоблачал власть, черных риэлторов и мусорных магнатов, говорят коллеги и друзья. Многие считают, произошедшая демонстрация угрозы всем российским журналистам. Оказывается, в нашей стране можно вот так просто взять человека на улице и обвинить его в изготовлении и сбытии наркотиков. Даже не утруждая себя поиском фактуры. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын. Водкинске.